Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Евангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас, присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке, молитвенной, финансовой, в том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог бласовит вас. Присоединяйтесь. Спасение мое Спасение мое Надежда моя Лишь тебе Источник моей жизни От рада любви Утешение мое Лишь тебе Источник моей жизни Спасение мое Утешение мое Надежда моя Лишь тебе Источник моей жизни Источник моей жизни От рада любви Утешение мое Утешение мое Лишь тебе Источник моей жизни Подниму руки своих Тебе Подниму я Руки своих И прославлю того, кто любит меня Подниму я Руки свои И скажу Иисус Люблю тебя Я люблю тебя Иисус Люблю тебя Люблю тебя Я люблю Тебя, люблю Тебя, люблю Тебя. Спасение мое, надежда моя, лишь в Тебе, источник моей жизни. От рада любви, утешение мое, лишь в Тебе, источник моей жизни. Спасение мое, надежда моя, лишь в Тебе, источник моей жизни. От рада любви, утешение мое, лишь в Тебе, источник моей жизни. От рада любви, утешение мое, лишь в Тебе, источник моей жизни. От рада любви, утешение мое, лишь в Тебе, источник моей жизни. Люблю Тебя, руки свои, и прославлю того, кто любит меня. Подниму я руки свои и скажу, Иисус, люблю Тебя. Я люблю Тебя, люблю Тебя, люблю Тебя. Люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Я люблю Тебя, люблю Тебя. Я люблю Тебя, люблю Тебя. Давайте перед тем, как мы обратимся к Божьему Слову сегодня, мы склоним наши головы и помолимся. Господь наш, благодарим Тебя за этот день, за этот вечер, когда мы можем вместе предстоять пред лицом Твоим Святым. Ты наш Господь и Ты наш Спаситель. В этой молитве мы приносим все нужды. Мы приносим тех, кто сегодня проходит через трудности, болезни. Господи, пусть Твоя сила, пусть Твоя благодать и пусть милость Твоя сегодня покроет каждого, жизнь каждого уповающего на Тебя, призывающего Твое Святое Имя. Ты наш Бог и Ты не оставляешь нас. Ты всегда посреди нас Духом Святым. И мы сегодня, Господи, приходим с хвалой, с благодарностью. Мы приходим с ожиданием того, что Ты сегодня будешь изменять, будешь преображать нашу жизнь, будешь говорить наши сердца. Господи, благослови сегодня церковь, благослови сегодня семьи, благослови тех, кто сегодня пред лицом Твоим склоняется и приходит в молитве, в ожидании Твоей помощи. Ты наш Бог, Тебе слава и хвала. И будь прославлен и возвеличен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, как «В чем Твое утешение?». Это одна из главных сфер нашей жизни. Каждый человек на этой земле нуждается в утешении, нуждается в поддержке, нуждается в том, чтобы услышать какое-то для себя ободрение. И Священное Писание, оно переполнено примерами, свидетельствами, обетованиями Божьими того, как Бог дает утешение. Какие источники у Бога для каждого из нас. Я бы хотел зачитать Псалом 118-й, 50-й стих, написано так. Давид говорит, «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». С каждым человеком на этой земле, неважно, великие мы, малые, богатые, бедные, добрые, не очень, считаем себя какими-то, но каждый человек проходит через что-то. С каждым может что-то случаться. Каждый из нас, мы сталкиваемся с какими-то вызовами в жизни, проблемами, трудностями, болезнями. И поэтому, как в притчах написано, Соломон говорит, «Сердце знает горе души своей». Поэтому каждому человеку известно вот это состояние потрясения, уныния, страха, ожидания чего-то. Оно известно. И каждый человек в эти моменты нуждается ни в чем другом, как в утешении и поддержке. Каждому человеку в эти моменты нужно знать, что это будет пройдено, это будет как-то преодолено. Не просто информация, а понимание объективной истины на твою жизнь, на то, что ты проходишь это не зря, и что ты можешь излезть для себя из этого драгоценный урок. Вот это понимание очень важно. Это выражение принадлежит Давиду. Давид, как никто другой, он проходил многие трудности и, как никто другой, испытал множество Божьих утешений в своей жизни. Если вспомнить его сложный период, когда один из его сыновей, Авесолом, он восстал, и он убил брата своего, Амнона, за то, что тот обесчестил свою сестру. И вот таким образом Авесолом отомстил, и вот такая вот сильная буря поднялась в доме Давидовом. И вот когда все это происходило, во второй книге царств, во второй главе написано 30 стихом, когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Авесолом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. Друзья, сложно себе представить, услышать такую весть, что все дети были умертвшлены, все были до одного убиты. Но это был всего лишь слух. Это была весть, это было неправдой, но это было то, что так сильно потрясло Давида. Писание говорит, что он настолько, настолько пришел в состояние страха, беспомощности, что он разодрал одежды свои, и он просто пал на землю лицом. И он начал плакать и рыдать. И те, которые там были с ним, они тоже пришли в это состояние. Это страшная весть. Но я хотел бы вот сказать, что именно в этой истории это не было правдой, это был слух. Как часто в нашей жизни бывает так, что когда приходит что-либо, и мы не знаем всего того, что происходит, мы люди, мы ограниченные, мы не можем знать всего, как будет дальше, мы не можем просчитать, никто не может сказать, ни доктора, ни те, которые нас любят, как будет дальше. Как бы нам не хотелось, мы не можем обладать всей этой информацией, но именно утешением в этом. Утешение Божье, оно приходит не так, как мы ожидаем. Нам хотелось бы знать в деталях все полностью, как будет. Но Божье утешение, оно всегда уравновешивает наши трудности, наши переживания, оно уравновешивает истины, посланием от Господа, Слово, откровением. То есть, другими словами, если мы проходим через что-либо, если проходил Иов через трудности жизни, если его жизнь была подвержена трудностям, то Бог уравновесил его горести, трудности, болезни, потери тем, что он воздал ему, и он благословил его. Действительно, Иов пережил это утешение. Он не просто, знаете, формально был утешен, что вот на тебе, Иов, чтобы ты не горевал, а в его сердце пришел покой и мир, пришел Божий покой и мир, потому что ничто другое, никто не может дать нам то, что может дать нам Бог. И я должен сказать, что у каждого из нас, верующих людей, есть особое утешение. И это утешение, как мы находим в этом псалме, в 50-м стихе, оно приходит от Слова Божьего, как Давид говорит, «Слово Твое, заметьте, оживляет меня». Оно не просто приводит меня в чувство, оно не просто мне как-то дает какую-то надежду, но это оживление, словно мы были на грани смерти, словно мы боролись с чем-то так сильно, что мы вот-вот, наша жизнь, она прервется, но Давид говорит, «Но Слово Твое, оно как бы возвращает меня к жизни». То есть вот, где проходит Божье утешение, вот где оно приходит, и вот где эта грань, где мы находимся, когда нам по-особенному нужно Божье утешение. И поэтому у верующих людей, у тех, которые имеют отношение с Богом, мы видим, что они имеют это особое утешение, и оно отличается от других. Потому что человек без Бога живущий, или, как мы говорим, мирские люди, не знающие Бога, они, конечно же, тоже нуждаются в утешении, но они черпают это утешение для себя из других источников. И мы, когда жили без Бога, мы тоже искали для себя утешение в этих местах. И человек ищет для себя, и он говорит, «Вот мое утешение в этом». Кто-то начинает заниматься какой-то работой, погружается в работу, и для него просто он думает, что то отвлечение, которое он находит в работе, будет служить ему утешением, но это не так. Кто-то находит это утешение в грехах, просто в греховных каких-то вещах, продается пьянству, азартным играм, просто уйти в забвение какое-то, отвлечься через грех. И это не дает никакого утешения. Кто-то надеется, что богатство, которое у него есть, как, помните, в этой притче, когда Иисус говорил о богаче, который заготовил для себя и начал говорить сам собою, что много добра у тебя на многие годы, покойся, ешь душа. Многие думают, что те деньги, которые есть, они помогут тебе в трудностях. И это тоже иллюзия, потому что деньги не могут дать утешение. И та безопасность, которая человек думает, что она исходит от того, что у него финансово все хорошо, и он может проходить через что-либо, не переживая, это тоже большое заблуждение. А другие погружаются в мечты, в видения, какие-то ищут знамения. Они включают все свое воображение и полагаются на впечатления, какие-то предчувствия, какие-то чувства, знаки для себя ищут. И это суеверие. В этом нет никакого утешения. Они не ищут какие-то знаки во всем. Вот если будет так, значит, это знак для меня. Они рисуют для себя. Но это не означает, что это истина. Поэтому человек, который не знает, не знает, что его ожидает, но рисует для себя или погружается в какие-то грехи, погружается в какие-то, в что-либо погружается, чтобы отвлечься для себя, не меняется сама ситуация. Потому что ситуация всегда находится прежде всего в духовном измерении. Она находится в духовном мире, где Бог все решает и Бог определяет. И до тех пор, пока человек не обратится к Богу, ситуация останется неизменной в духовном мире. Я думаю, что я говорю очень знакомые вещи верующим людям, которые пребывают в молитвах, которые знают, что такое общаться с Богом, которые знают, как приходит утешение через молитву, через откровение, через Слово Божие, через общение с Богом, приходит утешение, понимание тех объективных причин, которые находятся в духовном мире, где решает Бог, где Бог меняет все, где Бог все определяет и направляет, изменяет любые обстоятельства, и все изменяет. И верующий человек, для него прежде всего есть два источника, которые для него служат утешением. Это внутренний источник и внешний источник. Если мы говорим о источнике, который называется внешней, Слово Божие, оно полно утешений. Апостол Павел в послании к римлянам, 15 главе, 4 стихом, записал, все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Смотрите, как Павел точно говорит. Он говорит, что наше утешение, оно находится в Писании, чтобы мы терпением и утешением именно из Писания сохраняли надежду. Друзья, Павел говорит о тех вещах, которые связаны между собой, он говорит о надежде, которая не просто, знаете, как в народе говорят, вилами по воде писана, но это надежда, которая исходит из Священного Писания, из Слова Божьего. То есть, если Бог сказал так, значит, так и будет, и иначе не может быть. Если Бог определяет, если мы обращаемся к Нему, если мы ищем Его, то значит, то, что им определено, оно сбудется. И Слово Божье, оно несет нам, как бы предлагает нам залог того, что непременно будет, как Бог говорит. Посмотрите, как написано в Псалме 76, 4 стиха. Здесь написано, «Помышляю о Боге и трепещу, помышляю, изнемогая дух мой, ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую сердце моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отрынул Господь и не будет более благоволеть? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось Слово Его в рот и рот? То есть мы видим человека, который борется с сомнениями, человек, который проходит через трудности жизни, который почти сражен этими сомнениями, и он рассуждает, беседует своим собственным сердцем. Почему? Потому что не видит никакой перспективы. Он находится, он словно погружен во тьму, и он предается этим страхам. Он не видит, что ожидает его завтра, но и задает вопрос, «Неужели отрынул Господь?» И мне кажется, друзья, в этом вопросе уже есть ответ, потому что все Писание, оно наполнено этой великой истиной, о том, что Бог не может отрынуть человека, Бог не может исключить, вычеркнуть нас из того завета, в котором мы находимся с Ним. Потому что если медлит Господь, это не означает, что Он забыл про нас, это не означает, что Ему все равно, что с нами происходит. Все Писание несет надежду. И в этих вопросах, которые задает этот человек, мы находим в 9 стихе, «Неужели навсегда пристала милость Его и прекратилось слово Его в рот и рот?» Конечно же нет. Бог, Его Слово пребывает вовеки. И Библия говорит, «Блажены те, которые надеются, которые уповают, которые ищут Его в этом слове». Это источник внутренний также. Мы, каждый из нас, проходя через что-либо, мы убеждаемся с каждым днем в том, что Бог, Он верный в Своем Слове. Псалом 113, 25 стих записано, «Не мертвые восхвалят Господа, не всем нисходящие могилу». Мы видим здесь, что псалмопевец говорит простую истинную, но которая указывает нам на утешение, которое приходит нам о том, что Бог, Он как раз, как Отец заинтересован, чтобы мы жили для Его славы, чтобы мы радовались, чтобы наши сердца не предавались печали, отчаянию, страху, но чтобы мы были исполнены верой, радостью и всякого утешения. Поэтому здесь эта истина представлена как бы в отрицательном свете. Не мертвые восхвалят Господа. То есть Бог не заинтересован в том, чтобы я был повержен теми трудностями, которые я прохожу сейчас. Бог не заинтересован, чтобы я не сподобился нисходящим могилу. Бог заинтересован, чтобы мы были полны жизни, были полны благодати. В Псалом 118, 167 стих записано так. Написано, «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне Слово Твое храню». Смотрите, друзья, какой вывод делает Давид. Страдания. И прежде этих страданий у нас были скоропоспешные выводы. Мы смотрели на жизнь так, мы думали, что так должно быть. Но вот, какой урок он получает. И он говорит, ныне Слово Твое храню. То есть Давид убедился в очередной раз, снова и снова, что Слово Божие, вот то, что является источником утешения. Слово Божие – это то, что приходит, и оно звучит так же, как Рема в нашей жизни. Сейчас, в мою ситуацию, в мою жизнь, оно утешает нас. Многие из нас, мы получили утешение именно таким образом, просто слушая, может быть, проповедь, может быть, общаясь с каким-то человеком, который словно Бог открыл ему какую-то нашу ситуацию, и он вдохновил нас. Он поддержал нас в эти моменты. И что может быть в такие моменты лучшим для нас? Поэтому мы каждый раз ощущаем эту силу Слова Божьего, благодаря которой наше сердце, оно склоняется к молитве снова и снова, потому что мы перестаем смотреть на молитву, как что-то такое пустое и тщетное. Потому что мы снова убеждаемся, что молитва является источником утешения. В молитве человек находится у Божьего источника воды живой, где он черпает для себя эти жизненные силы, проходя через трудности. Друзья мои, вот таким образом Бог уравновешивает наши трудности, наши потери, наши переживания, наши горести. И что бы мы ни приходили, апостол Павел говорит, я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей. Откуда такая уверенность? Апостол Павел имел отношение с Богом. Он был движим Духом Святым. Он общался с Духом Святым. Он имел откровение, познание истин Божьих, которые даны каждому из нас через Священное Писание. Поэтому хотелось бы подытожить то, о чем мы рассуждали, и сказать, что действительно Библия – это книга, Священное Писание, которую Господь оставил для нас, и прежде всего она служит для нас источником утешения. Прежде всего, где мы ищем свое утешение? Может быть, кто-то ищет это утешение в одиночестве. Может быть, кто-то, наоборот, не может находиться в одиночестве, когда проходит через что-то. Кто-то начинает искать себя в работе. Кто-то начинает погружаться в грехи, предаваясь пьянству, как я уже сказал. Кто-то ищет для себя знамения, какие-то знаки. Начинает искать в чем-то оккультном, еще больше погружаясь в страх и депрессию. А кто-то думает, что богатство ему поможет, или связи, или отношения. Дорогой друг, Слово Божие, Господь через свое Слово, Он прежде всего через свои великие истины несет нам утешение. Я бы хотел перед тем, как мы помолимся, обратиться к тем людям, кто сегодня нуждается в утешении. Пусть Бог будет для тебя поддержкой, утешением. Пусть твое сердце будет настолько открыто сегодня, чтобы ты мог принять это утешение, чтобы ты мог услышать его, чтобы ты мог принять те истины, которые касаются именно тебя, твоей жизни. Может быть, твоей ситуации, которую знаешь только ты. Пусть Бог придет в твою жизнь. Призови Его святое имя. Слово Божие говорит, каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Если ты сегодня, нуждаясь в Господе, нуждается в Его святом присутствии в твоем жизни, твое сердце нуждается в мире Божьем, в покое, призови Его в свою жизнь. Давайте мы вместе помолимся. Там, где вы есть, вы можете просто встать и повторить вместе со мной эту молитву. Отец и Бесный, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа. Господь, я нуждаюсь в тебе. Ты видишь мою жизнь. Ты видишь мое сердце. Ты видишь ту пустоту, которая есть внутри меня. И я прихожу к тебе и прошу, прости все мои грехи. Будь моим Господом, моим Спасителем. Наполни мою жизнь твоим небесным светом. Пусть слово утешения придет в мое сердце. Пусть твой божественный мир и покой наполнит меня. Слава тебе. Сохрани меня для своего царства. Тебе и хвала, и слава, и честь, и величие. Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok